Вот у меня сегодня такое философское размышление на тему того, о том, что составляет, от чего мы выбираем тот или иной путь, те или иные действия в своей жизни. Наверняка вы слышали такое выражение «мы» – это то, что мы думаем. Вот слышали такое? То есть наши мысли определяют наши действия, а действия и поступки определяют уже то, как мы живем на сегодняшний день. Если слышали, поставьте лайк, поставьте смайлик в сообщении. Слышали такое? Мы – это то, что мы думаем. Наши мысли создают затем наши действия и поступки, и благодаря этим мыслям мы делаем свой выбор. Да, слышали? Здорово. И откуда берутся мысли? Как думаете? Давайте вот порассуждаем. Есть у вас сейчас у кого-то, может быть, там сейчас обеденный перерыв, и есть возможность немножко порассуждать о том, откуда берутся мысли, как вы считаете? Давайте прям вот подискутируем, как думаете, откуда мысли вообще появляются у нас в голове? Откуда мы начинаем думать об этом? Тем, кто присоединяется, поясню. Мы рассуждаем сейчас в прямом эфире на тему того, что мы – это продукт наших мыслей. То, что мы думаем, откуда берутся в подсознании, Татьяна? Да, это правильно, но откуда они берутся из подсознания? Из подсознания, потом в сознание, в разум, да? Мы дискутируем на тему о том, что мысли – мы – это то, что мы мыслим, то, о чем мы думаем. Откуда берутся мысли? Отлично, Харли Гаш. То, что мы видим глазами, то, что мы слышим ушами, то, что мы щупаем руками. То есть все наши органы чувств, они задействованы в том, появляются в мыслях. Так мысли – это что? Откуда берутся сами-то мысли, появляются в мыслях? То, что мы видим глазами, то есть мы видим глазами и каким-то образом это оформляем для своего понимания. В чем? В словах, да? То есть наши мысли – это те слова, которые мы слышим. Я недавно послушала Джона Кехо, тот самый, который написал «Подсознание может все». Да, мысли берутся из подсознания, но они туда тоже каким-то образом поступают сначала, да? Поэтому откуда они поступают? Они извне. У человека изначально нет мыслей внутри. Они все пришли из окружающего мира. Потом мы получаем возможность это анализировать, делать выводы, трансформировать, создавать свои убеждения, установки, программы. И в связи с этим о чем стоит подумать? Вот, повторюсь, мысли приходят из слов, которые мы слышим извне. То есть мы думаем словами, которые пришли извне. И из этих дум, мыслей, выводов и анализов потом уже происходят наши действия и поступки, которые потом вершат нашу судьбу фактически, да? Поэтому в связи с этим, какой вывод напрашивается? Какие мысли, какие слова стоит допускать в свое подсознание? Есть мысли? У кого есть минутка, отпишитесь. Кто-то точно хочет? Вот Таня, да? Таня сказала, точно хотите принять участие? Мы можем сделать сейчас параллельный эфир. Я знаю, что бывает случайно нажимают на запрос на участие в эфире. Если точно, ну, маякните мне, я тогда вас подключу в прямой эфир, сможете поделиться своим мнением, Таня. Знаю, что вы моя постоянная подписчица. Позитивные, надо думать только о хорошем. Да, то есть нам важно, Таня все поняла случайно, важно в связи с тем, когда мы понимаем, что все, о чем я думаю, пришло уже извне, да? И потом нам кажется, что это мы сами до этого дошли, что мы вот это, я так придумала, и это у меня так и есть. Мы принимаем это за истину, что не всегда верно, особенно это касается негативных установок. Больше обращать внимание на приятные мелочи жизни, да, добрый день, Елена. Совершенно верно. То есть фильтровать входящий трафик, как это сейчас вот есть такое модное выражение, все, что входит в наш ум. Одно дело, мы позволяем чему-то войти, да? Другой момент, что нет возможности от этого избавиться, да? То есть есть какое-то определенное окружение, которое будет тебе трындеть, ты не сможешь, куда ты полезна, зачем тебе вот идти регистрироваться, какие там красные пиджаки, зачем тебе этот шмель, зачем ты пойдешь искать новую работу, там, оденься потеплее, ты простынешь. Это тоже программа, это проявление заботы с одной стороны, но у вас в голове уже что? Я не одела шарфик, я простыну, мама так сказала. Понимаете, вот эти установки, мама, все будет хорошо, как бы. Иногда, изучая, учась у людей более мудрых уже, чем я, и они даже сейчас очень много молодых таких мудрых, и это радует. Я понимаю, ну а как избавиться, да, как вот пишут, Таня пишет, как научиться не допускать это все осознанно. Почему вот мне и провожу этот эфир, потому что, ну раз есть у меня такая информация, я с радостью этим поделюсь, почему бы и да. Некоторые это, ну, приняли для себя и идут дальше, а мне хочется повышать градус осознанности на планете и окружать себя позитивными людьми, которые могли бы уже себя, своих детей делать более счастливыми. То есть качество жизни, когда мы не допускаем негатив в свою жизнь, да, качество жизни улучшается, и окружение меняется. Как сделать так, чтобы не позволять окружающим снижать нашу самооценку, влиять на нее негативно, да. Если вам раз за разом какой-то человек повторяет негативную установку, не верит в вас, если есть возможность дистанцироваться, если нет возможности, сведите к минимуму это общение. Если нет такой возможности, это ваши близкие, родные, которые действительно заботятся о вас. Они не знают, как по-другому. Они таким образом проявляют свою любовь. Вот просто примите это на веру. Однако, вы не обязаны выслушивать все негативные слова, которые произносятся в ваш адрес. Вы уже взрослые люди, да, и вы имеете право думать и действовать так, как вы считаете нужно. Поэтому, с любовью, мягко, но твердо сказать своим близким, мама, я тебе, или там, сестра, или брат, я тебя очень прошу. Больше вот эту фразу мне не говорить. Если хочешь сказать мне что-то хорошее, скажи. Если ты хочешь сказать что-то негативное, просто промолчи. Вот у меня совсем недавно была такая ситуация, когда мне, моя очень хорошая знакомая, ну, любить себя и принимать такой, как есть, вот этому еще тоже надо научиться. Это правильные слова. Но как этому научиться, вот это тот мой призыв, которому я вас всегда говорю в конце своих видео на ютубе, да. Любите себя, принимайте себя. Но этому тоже надо учиться. И очень многие как раз окружающие влияют на снижение этой самооценки, этой любви. Что мы потом считаем, что мы недостойны даже любить самих себя. Ой, на чем я? А, мягко, с любовью, но твердо сказать, что, ну, не надо мне говорить негатива. Конечно, это трудно. Конечно, это трудно. И нашим близким почему не хочется, чтобы мы менялись. Они привыкли к тому, какие мы есть. Но мы-то уже поменялись. Это уже их право меняться или не меняться рядом с нами. Это часто бывает муж или жена у людей, да, которые вот опускают вот туда же, в то же болотце. А нам хочется выпрыгнуть оттуда и лететь дальше. Вот как я сняла вам сейчас сказку про то, как все-таки воспользовалась она крыльями, которые ей ангел подарил. Да, нам хочется лететь, нам хочется полета. И это нормально, это прекрасно. Это непередаваемое ощущение, удивление, прям вот аж мурашки по коже. Поэтому с любовью не надо никому говорить, там, заткнись или там, не твое дело. Не надо, это не поможет. Мы вызовем только взаимную агрессию, да, если с агрессией это делать. Класс, я рада, что вам сказка понравилась. Поэтому просто, для начала, просто попросите. Вот я вам дарю такой рецепт, который я узнала тоже от умных, мудрых людей. Это не я все придумала. Вот все, о чем я сейчас говорю, это не я придумала. Мы мудрыми становимся благодаря опыту кого-то. Тем же словам, о чем мы говорили в начале, те же слова, которые я услышала и поселила в своем подсознании. И сейчас с их помощью, взаимодействию с этим миром, строю свою жизнь. Вы сказали, если человек вас услышал и больше не повторяет, здорово. Вы свое, как бы, право на свои границы, вы отстояли. Если человек продолжает вам говорить это, тогда можно уже жестче. Если вы говорите по телефону, скажите, знаешь, я тебя просила уже не говорить это, но ты повторил, прости, я положу трубку. Да можно даже не прости. Вы уже предупредили и попросили об этом. Человек вас проявляет таким образом неуважение, да, не учитывает ваше достоинство и величие вашей личности, которая выбирает, в конце концов, вы имеете право на этот выбор, да. Вот, поэтому любви, внимания, заботы сами проявляйте обязательно. Вот, кстати, с чего и надо начинать, с взаимоуважения к другим людям. Спасибо за ваши эфиры, они всегда появляются, да, когда они нужны. Благодарю. Конечно, конечно, в этой жизни всё происходит своевременно. Ничего не бывает раньше или позже. Мы можем говорить и рассуждать о том, что вот если бы я раньше могла, то было бы то-то и то-то. Не могла. Вот не могла. Если бы могла, то было бы. Правда же? Понимаете вот это? Для меня вот это понимание, когда я пару лет назад ознакомилась с этой мыслью о том, что да, мы правы, вы правы, мы мудрости учимся у других на чужом опыте. Это хорошо, если на чужом, но всё равно свой собственный опыт мы всё равно проживаем. И без него мы всё равно не получим свой опыт. Он всё равно у каждого свой. Поэтому если вы проходите опыт, не надо считать, что где-то я совершила ошибку. Это была не ошибка, это был действительно опыт. Если бы я могла тогда поступить по-другому, я бы поступила. Но это был идеальный сценарий, идеальные мои действия на тот момент. Вот для меня вот этот рецепт, он снимает чувство вины, которое мы можем в себя погрузить, в это чувство вины за свой прошлый опыт. Мудреем на своём опыте. Но благо, что сейчас вот есть всё-таки поле информационное расширилось, и можно мудреть с помощью других, и не совершать такое количество ошибок. Вот, поэтому вернусь к началу своего спича о том, что мы – это наши мысли. То есть наша жизнь – это наши мысли, потому что мы из мысли делаем действия. А мысли – это всё то, что мы слышим, видим, осязаем вокруг себя, делаем какие-то выводы. У нас рождаются мысли по этому поводу, мы их откладываем в подсознание, в сознание, и работаем потом уже с этим. И я вас просто призываю к тому, что фильтруйте входящий трафик. Не позволяйте другим манипулировать вами. Если вы чувствуете, что при общении с человеком у вас возникает чувство вины, и вас куда-то погружают – это манипуляция. То есть вас хотят каким-то образом использовать. Сразу, знаете, ушки на макушке, и такие – так, стоп, а давайте подумаем. Ага, вот. И скажите, подожди, я сейчас тебе не буду отвечать, если вы не готовы ещё ответить, да? Я подумаю, и мы потом обсудим это. То есть отложите это, продумайте. На своём опыте скажу, не прокатывай чужой опыт, иначе мы можем прожить не свою жизнь. И такое бывает. Опыт у всех свой, несомненно. Но мы можем всё равно брать какие-то примеры из жизни, да? Мы не будем проживать их опыт. Мы в любом случае проживём свою жизнь. В любом случае. Это, знаете, такие тоже игры разума. Когда нам говорят, ты проживаешь не свою жизнь, ты всё равно проживаешь свою жизнь. Другой вопрос, какой ты выбор делаешь? Посвятить её кому-то, жить по чужим правилам, да? Вот как раз то, о чём мы вначале говорили. Поэтому, а ты всё равно, это твой выбор. Правильный он или неправильный? Он просто выбор. Нет сейчас… Вот читаю сейчас книгу «Радикальное прощение», слушаю точнее, аудио. Если кто-то слышал об этом, вот ко мне она пришла уже лет пять, наверное, когда мне из разных источников прилетало это название. И я никак, вот у меня не доходили просто вот глаза, чтобы начать её читать. Сейчас я её нашла в аудиоварианте «Радикальное прощение». И она зашла просто, вы знаете, чистым потоком, потоком свежей энергии. Поэтому, если кому-то сейчас откликнулось, найдите это аудио, послушайте. Возможно, эта информация пришла к вам тоже своевременно. Возможно. Потому что, ну, в эфире, эфир тоже смотрят не все 100% моих подписчиков. И тем более такие философские темы, не касающиеся, казалось бы, косметики. Хотя компания «Морякей» стала именно тем пусковой механизм, который заставил меня развиваться именно вот личностно, как личность. Потому что это общение с людьми. Вот. Спасибо вам огромное, что вы были сегодня здесь, что вам откликается эта тема. И те, кто будут смотреть потом записи, можете писать свои рассуждения на эту тему. Как вы воспринимаете эту действительность? Согласны ли вы с этим выражением? Что наши мысли – это те слова, которые поступают в наше сознание. И мы из них уже потом делаем свои выводы, анализируем и выполняем какие-то поступки и действия. Вот. Спасибо ещё раз большое. Я, Юлия Анна Слобачук, была рада с вами поделиться своими размышлениями.